Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Молитвы и даже судьбы многих из нас заблокированы из-за потомственных грехов предков, которых мы даже не знаем. Звучит несправедливо, но стоит омыть эти грехи как зависимости, будут разрушены. А ответы на молитвы о здоровье, семье, финансах и даже судьбе потекут как река. А вы готовы к реке Свобода? Я вот лично готов. Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Сегодня с нами Харвоя Серовина из Германии. Харвоя, вы поехали в мою любимую страну, Израиль. Пошли к садовой могиле и стали молиться о воскресении. Пожалуйста, проясните нам этот момент. Я взял с собой в Иерусалим группу из 70 человек, чтобы посмотреть на Святую Землю. Мы пошли к садовой могиле, чтобы помолиться о помазании силы воскресения. И тут же появился шанс ее применить. Ведь так? Да, на следующий же день. В жизни много неожиданностей. На полпути от Дамасских ворот к Виа-Долороса стояла группа людей. Они раступились, и к нашему удивлению, мы увидели лежащего на дороге человека. Я спросил у врача-поляка, что случилось. Он сказал, что мужчина упал с крыши и умер около часа назад, и они ждут скорую помощь. Вы вспомнили о своей молитве? Да, но позже. Мы тут же стали делать то, что могли, молиться на языках. Мы молились и молились, и вдруг до нас донесся сладкий аромат. Я понял, что Дух Святой собирается что-то сделать. Мы молились. Пару минут. И вдруг мужчина произнес «кха», и вновь лег. Это было похоже на то, как будто человек кашляет «кхе-кхе». Потом он опять издал этот звук, а на третий раз он уже поднялся. Потом достал телефон и, как ни в чем не бывало, попросил сообщить его жене, что все в порядке. В каждом туре по Израилю мертвые воскресают, слепые видят, а глухие слышат. Большинство людей даже не знает об искуплении родословной. Что это и почему это так важно? Искупить родословную означает воплотиться в материальном мире то, чем мы живем в мире духовном. Иисус сделал все, чтобы мы жили сверхъестественной, благословенной жизнью, полной мира, здоровья и всего остального. Однако мы порой этого не видим. Путешествуя по миру, я вижу много людей, которые верят в Бога всем сердцем, продолжая испытывать при этом трудности. Даже Давид писал в своем псалме «Вот я в беззаконии зачат и во грехе родила меня мать моя». Он верил в Бога, но в его жизни было то, что досталось ему от предков. Ему приходилось исправлять то положение, которое он получил от предков. И потому он говорил «А мой меня господц, и я буду чистым». Если у Давида были проблемы из-за предков, то и у нас тем более. Ведь у нас предков больше, чем у него. Все верно? Иисус сказал на кресте «Совершилось». Ему нечего было добавить «Совершилось». Однако Павел писал «Я еще не совершенный». Павел, великий апостол, последователь самого Христа, сказал нам «Я еще не совершенный». Это означает, что в нашей жизни есть сферы, где нам нужно применить то, что совершил Иисус на кресте, чтобы мы могли обрести все то, что Он приобрел для нас на кресте. Свою книгу «Искупление родословной» я написал сначала на немецком языке. Она стала бестселлером. Да, я был удивлен, насколько быстро она расходилась. Ведь мы ее не рекламировали. В первую же неделю один мужчина рассказал мне историю болезни своего сердца. Он много лет был христианином. Он разрушал проклятие на его жизнь, молился всеми молитвами, однако по-прежнему страдал от аритмии и других заболеваний, которые преследовали и его предков, и родителей. Он сказал, что помолился молитвами из моей книги и мгновенно получил исцеление. И сердце у него больше с тех пор никогда не болело. Это ли не чудо, когда люди освобождаются таким сверхъестественным образом? Расскажите нам еще одну историю. Мне нравится история еще одного мужчины, который попал в страшную аварию. Он сильно повредил голову и впал в кому. Поэтому врачи ничем не могли помочь. Его жена в отчаянии позвонила в церковь, где я служу старшим пастором, и попросила о помощи. Мы сказали, что приедем и помолимся. Мы помолились и за ее, и за его родословную. За день до этого врачи велели ей попрощаться с мужем, потому что они не в силах ничего сделать. Так они говорили. На следующий день, после того, как мы помолились за искупление и очищение родословных, как жены, так и мужа, этот мужчина начал приходить в себя. Затем он просто встал, и сейчас он жив и здоров. Больше нет никаких проблем. Его сердце здорово. Все органы работают замечательным образом. Это настоящее чудо. А вы говорите о молитве за искупление родословной. Что же это такое, поясните. Мы видим молитву за родословную в Библии, где говорится о спасении. Есть три времени спасения. Это значит, что есть спасение в прошлом, спасение, совершающееся в настоящем, и спасение в будущем. Приняв Иисуса в свое сердце, мы получили спасение. Все, что Он совершил, теперь законно принадлежит нам. Всякое благословение, здоровье и мир, все принадлежит нам. Но это спасение в прошлом. Наш дух был спасен, и теперь наша вечность в безопасности. Что касается нашей души, этот процесс спасения до сих пор продолжается, пока мы очищаемся. Да, мы верим в Иисуса, однако порой заболеваем, злимся, обижаемся и не прощаем. Это означает, что нам еще много предстоит сделать в процессе совершенствования, и только потом мы будем восстановлены полностью. Порой люди по-прежнему находятся в зависимостях. Да, порой люди в зависимостях. Это значит, что они очень стараются верить Богу, но их что-то удерживает. Павел писал об этом в послании к римлянам. Это 7 глава, 19 и 20 стихи. Я делаю то, что не хочу делать, а того, чего хочу, не делаю. Это не я, это грех во мне. Павел, спасенный, верующий в Иисуса, пишет, что в его жизни по-прежнему есть действие греха. Еще удивительнее, что кто-то из вас говорит, «Мне придется с этим жить, причем долгое время». Не придется. Вам просто нужно узнать больше. Самым важным аспектом молитвы за родословную вы называете «завет». Да, заветы — это самое главное в молитве за родословную. Мы порой недопонимаем, что беззакония и грех влияют на третье и четвертое поколения. Об этом говорит Библия. Что касается заветов, мы видим, что бывают вечные заветы. Библия говорит, что Адам был сотворен по образу и подобию Бога. Это потрясающе. Также Библия учит нас в пятой главе «Бытия», что Сиф был создан не по образу и подобию Бога, а по образу и подобию Адама. Это означает, что все, что наполняло Адама, передалось Сифу. Ему пришлось исправлять это. Как бы он не хотел быть совершенным, в нем поселилась природа Адама, ветхая природа. Вы говорите, что нам нужно вернуться назад вплоть до завета Адама. А вот что будет, если нам что-то передалось, и мы это не разрушим? Каковы последствия всего этого? Мы будем связаны и ограничены. И дело тут вовсе не в спасении. Дело в том, чтобы жить жизнью, которую провозгласил для нас Иисус еще до нашего рождения, войти в полноту. Это не теория, это настоящий факт, я так понимаю. Конечно, это факт. И именно это нам нужно увидеть. Мы хотим быть живым доказательством того, что Иисус совершил на кресте. Мы хотим увидеть все это, потому что кровь, пролитая за нас, слишком драгоценна. Иисус желает дать всю полноту жизни. А вот что нам нужно увидеть. Как я понял, мы спасаемся мгновенно, но нам нужно совершать свое спасение со страхом и трепетом и разрушать наследственные проклятия, как об этом сказано в Писании. Объясните разницу между прощением и очищением. Я считаю, это очень важно. В первом послании Иоанна 1 главе 9 стихе мы видим, «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А у Еремии в 33 главе 8 стихе Бог говорит, «Очищу их от всего нечестия и прощу все беззакония их». Так что между прощением и очищением есть разница. Приняв Иисуса в свое сердце, мы были прощены. Однако нам нужно очищение многих сфер нашей жизни. Что такое очищение и прощение? Сначала нам прощается наше прошлое, вплоть до греха Адама. Очищение значит, что все последствия греха, которые влияли на нашу жизнь, должны быть ликвидированы, чтобы мы могли жить в свободе, здоровье, радости и благословении. Как это изменило вашу жизнь? Моя жизнь очень сильно изменилась. Я люблю молиться. Конечно, я не молюсь за свою родословную каждый день, только когда вижу, что не получаю в молитве того, что принадлежит нам по праву, того, что совершил Иисус на кресте. Я понимаю, что у врага есть аргументы, которые он представляет перед Богом, праведным судьей. Я понимаю, что все дело в моей родословной. Нужно понять, что есть три категории греха. Есть первородный грех, грех Адама, есть наш личный грех, есть грех унаследованный от наших предков. Враг использует его против нас, чтобы мы не смогли жить в свободе и благословении. Я чувствую это, однако знаю, что Бог мой обеспечитель. Когда что-то не получается, я знаю, что дело в моей родословной. Я молюсь за свою родословную перед Богом и говорю, Бог, через кровь Иисуса Христа, я молюсь не только о прощении, но и об очищении. И вот тогда я вижу моментальные ответы и в своей семье, и в своей церкви, и везде, где я бываю, моментально. Поразительно, насколько моментальны эти ответы. Расскажите о главном условии для молитвы о родословной. Главное условие — быть в завете с Богом. Быть в завете с Богом — это означает, что я посвящаю свою жизнь целям Царства Божьего. Я посвящаю свою жизнь ради Его имени. Он мой Господь, он мой Царь, он мой Спаситель, он мое все. Вот что значит быть в завете с Богом. А почему дьявол так сильно противостоит завету? Причина во власти. Если мы находимся в завете с Богом, мы растем во власти. Враг не так уж боится силы, которая нам дана. Он боится власти, которая нам дана, и в которой мы возрастаем. Мы не можем всецело оградить себя от влияния врага. Но, если у нас есть власть, мы забираем землю, которую Он украл у нас, и у Царства Божьего. Вот тогда мы используем ту власть, которую дал нам Бог, которую Он наделил нас. мы забираем эту землю ради славы Иисуса. Не могу дождаться, когда вы расскажете, как внезапно и мгновенно перенеслись на небеса. Поведайте об этом, пожалуйста. Для меня это тоже было неожиданно. Я ехал в своей машине, и, как обычно, молился, и вдруг оказался на втором небе. Передо мной была золотая гора, а рядом со мной стоял ангел. В этой золотой горе была дверь. Я спросил у ангела, можно ли мне войти. Он ответил, да. Я вошел, стал оглядываться вокруг, и тут увидел сокровищницу. Я вошел туда, и увидел там бесчисленное множество сокровищ. Также я увидел, что эти сокровища под охраной бесовских существ. Они меня не видели, но ощутили, что в атмосфере что-то поменялось, ведь я был под защитой. Я увидел коробку с сокровищами и подумал, я хочу ее взять. И я спросил ангела, а можно мне ее взять? Он ответил, да, можешь, потому что это было украдено у твоих предков. Ты стал праведным, у тебя есть свидетельство освящения. Это значит, что ты в завете с Богом, тебе позволено искупить это. Я взял коробку и сразу же захотел подарить ее Иисусу. Внезапно я оказался в другом месте. Как я понял, я очутился на третьем небе и положил коробку к ногам Иисуса. И тут же я вернулся обратно. Через две или, наверное, три минуты после возвращения мне позвонили. В то время я работал агентом по недвижимости в Германии. Меня спросили, хочешь продать мой дом? И я ответил, конечно, это ведь моя работа. Я спросил, где находится этот дом? Мне ответили, в городе в 30 километрах от вас, в районе под названием Золотая гора, на улице Золотая мельница. Я сказал, конечно, я займусь вашим домом. В то время на продажу дома в Германию ходило от 9 до 12 месяцев. То есть целый год. Вы могли заниматься этим процессом и не факт, что он будет успешным. Я продал его на следующий же день. Когда мы вернемся, вы могли бы помолиться за зрителей в студии и телезрителей, чтобы они вновь обрели украденные когда-то у них сокровища, ведь они должны быть возвращены. Да, конечно. Вам интересно? Мне, да. Не переключайтесь. Это сверхъестественно. Приведите пример неправильного завета и как его можно разрушить. Есть много примеров неправильных заветов. Если мы знаем, что наши предки поклонялись другим богам, это был завет. Если было идолопоклонство, то это неправильный завет. Но каждый язычник знает, что его предки поклонялись другим богам. А если вы евреи, то, читая Ветхий Завет, увидите, как часто наш народ отклонялся в сторону. Вот именно. Это нужно исправить. Не бойтесь. Как же я сразу со всем разберусь. Нет, нет. Ходите с Иисусом, наслаждайтесь им. Если вдруг почувствуете какие-то ограничения, тогда и нужно молиться о своей родословной богу. Вот как это работает. Вам нужно избавляться от этого. А как нам решить эту проблему? Да, как именно? Только одним способом. Обычно Заветы вечны. Единственный способ это смерть. Я не согласен. Я так и думал. Поэтому и умер Иисус. Библия говорит, что умерший освобождается от закона и от греха. А вот это мне уже нравится. Все верно? Библия говорит, что мы сраспялись со Христом. Это означает, что мы уже мертвы. Иисус уже все сделал. Наша задача применить это и обрести свою долгожданную свободу. Вот что вам нужно сделать. Что ж, вы рассказали, что с вами произошло, когда вы были агентом по недвижимости в Германии. Вы обрели сокровища ваших предков. Я уверен, что предки каждого из нас лишились каких-то сокровищ. Я хочу, чтобы вы вернули из небесной сокровищницы то, что по праву наше. Перед тем, как помолиться, я хочу попросить вас посвятить своей жизни. Скажите, Бог, не важно, сколько ты меня благословляешь. Я хочу служить тебе, хочу быть верным тебе, хочу жить в страхе Божьем, чтобы использовать все, что приходит в мои руки для цели царства и использовать по твоей воле, Господь. Мы приносим тебе свои жизни и свои родословные и просим тебя, Господь, прости нас, прости наших праотцев за использование денег и богатства для утверждения других заветов, для утверждения заветов, которые не угодны тебе. Мы каемся во всем этом, прости нас, Господь. Мы приносим тебе свои родословные. И теперь, когда ты простил нас, Отец, искупи нас от этих заветов, очисти нас от всякого завета во имя Иисуса, каждого, кто посвятил свою жизнь, каждого, кто сделал Иисуса Господом своей жизни. Я разрушаю всякое проклятие во имя Иисуса и говорю врагу, мы мертвы, я приказываю врагу вернуть все небесные сокровища, которые были украдены у наших предков. Верни их. Прямо сейчас во имя Иисуса. Верни собственность. Верни золото и серебро. Верни деньги. Верни все это во имя Иисуса. Но это касается не только сферы финансов и богатства. Эти заветы нужно разрушить в сфере отношений. Также в сфере здоровья и даже отношений между вами и Богом. Вы говорите, я верю в Бога, но мне не удается с ним соединиться. Да, он мой отец, но я знаю, что это не все. Даже эти сферы исцеляются путем искупления ваших родословных. у вас будут не просто новые, но более глубокие отношения с Богом, когда в вас будут возрастать вера, любовь, надежда и доверие. Каждый аспект нашей жизни и каждая сфера нашей жизни изменится благодаря искуплению родословной. Это приготовил для нас Бог. Это сделал для нас с вами Иисус. Он желает, чтобы мы испытали это и воплотили в жизнь во имя Господа Иисуса. Поэтому, Бог Отец, мы говорим «Суди, суди от нашего имени, но не ради нас». Но ради имени Своего нам нужно освобождение. Поэтому мы освобождаемся от всяких оков во имя Господа Иисуса Христа. И Бог говорит «Не силой и не могуществом, но Духом Моим придет ответ на эту молитву и да будет так. Аминь». Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду. Разделяющую еврея и язычника. Вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией Любови. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Марио Мурило. Присоединитесь ко мне в программе «Это сверхъестественно». Я расскажу о том, что у каждого из вас есть сверхъестественное призвание. Бог желает зажечь в вас огонь, наполнить своей славой, чтобы вы несли небеса на землю и творили великие дела для Иисуса. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. А СН онлайн сеть программы «Это сверхъестественно». предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня.